Ну что, лето пришло, друзья! И пока ты сидишь дома на карантине, ты можешь помечтать об отпуске. Деньги, на которые в этом году у тебя ушли на онлайн-курсы. Но даже в своих мечтах ты не можешь стянуть в себя этот гигантский свитер. А возможная причина этому... Жир на животе! Тогда ты очень удачно наткнулся на это видео, потому что тут я тебе расскажу про три ошибки, которые, возможно, не дают именно тебе избавиться от жира на животе. Предположим, что ты уже соблюдаешь все те основы и имеешь достаточную физическую активность в течение дня и более-менее урегулировал свое питание. Но все-таки в зона живота она почему-то не уходит. Нет у тебя ни тяжелая кость, и ни метаболизм медленный, и ни генетика такая, и ты даже не слишком стар. Итак, сейчас я тебе расскажу про эти топ-3 ошибки, и как они на самом деле решаемы, чтобы ты начал видеть результат и, наконец-таки, проглянулся этот невидимый пресочек. Ошибка номер один. Ты являешься жертвой маркетинга пищевой промышленности. Поиск под этим я подразумеваю продукты, которые выглядят здорово, но на самом деле только заставляют тебя переедать дневную норму калорий. Я понимаю, что все мы пытаемся покупать только здоровую еду и питаться полезными продуктами, но все эти этикетки без ГМО, без глютена, без дополнительных сахаров очень сильно сбивают с толку и врут нам прямо в глаза. И вот с очередным смузи из Макдональдса ты начинаешь смотреть в будущее своего плоского живота, которого не будет, если ты все-таки будешь продолжать совершать эту ошибку. А вообще в конце этого видео я тебе расскажу про два очень распространенных продукта, правда, о которых меня шокировало, ибо я их успешно кушала всю жизнь. Первая ошибка приводит как бы ко второй. Ты не умеешь читать этот белый столбик с пищевой ценностью продуктов. Ну ты мне сейчас скажешь. Но это же и так всем ясно. Много калорий – толстею, мало калорий – худею, белок – сила, мышцы. Но если мы говорим именно о потере жира в области живота, то я бы обратила внимание не на углеводы и не на калории, а на один пункт. Это содержание сахара в граммах. Возвращаясь к примеру того же Макдональдса, в большом молочном коктейле с клубникой, то есть это чуть меньше, чем пол-литра, содержание сахара 64 грамма, ребят. Это в то время как Всемирная Организация Здравоохранения рекомендуется потреблять 25-50 грамм сахара в день или 10% от общих потребленных калорий, но никак не 64. То есть один коктейль может просто убить и превысить твою дневную норму сахара. И это мы еще не говорим про похудение и плоский живот. Так что, ребят, учитесь считать этикетку с пищевой ценностью, обращайте внимание на сахар, потому что эта информация написана именно для тебя. Ну что, вроде как ты занимаешься часто и просчитал свою норму белков, жиров, углеводов, ежедневных калорий, но жир с живота все-таки не уходит. Это может быть потому, что ты не учел один очень важный фактор. И это ошибка номер три. Ты не доедаешь клетчатку. Делай большой упор на продукты, содержащие клетчатку в своем рационе, так как она отлично заполняет желудок, предотвращает чувство голода и, в принципе, благоприятно влияет на пищеварительные процессы в организме. В принципе, клетчатка не переваривается, ей не нужно это большое количество энергии на эти процессы. Она больше работает как щеточка, которая очищает твой организм от остатков еды, от токсинов, от шлаков и всего прочего плохого. Тем самым метаболизм улучшается и ускоряется, и жирочек с нашего брюшка уходит. Так что сконцентрируйся на потреблении красных и зеленых овощей, бобовых, злаков и фруктов. А теперь бонус! Итак, переходим к двум полезным продуктам, подводные камни которых в свое время меня шокировали. Продукт номер один, обида на который у меня залита в груди на всю жизнь, это глазированные сырки. Да-да, ты вроде думаешь, что это безобидный, полезный, творожный перекус или завтрак, но обрати внимание на этикетку продукта, а точнее на ингредиенты и их количество. Единственный ингредиент, который является более-менее приемлемый, это творог. Но на самом-то деле творог там не в чистом виде, а творог смешанный с дешевыми растительными жирами и сахаром. Поэтому я бы советовала воспринимать сырки как калорийный сладкий десерт, который ты уж точно не можешь себе позволить каждый день, если ты хочешь избавиться от жира на животе. И номер два в моем списке, это сокосодержащие напитки. Я вообще так думаю, что это единственный бутылированный напиток, который продается в школьных буфетах, но никто никогда не говорит о том, что чрезмерное потребление этого продукта может привести к очень быстрому набору веса. Этим напитком жарду не удалишь, а только спровоцируешь обратный процесс. Из-за чего? Из-за большого количества сахара. Но ты мне скажешь, на этикетке написано «без сахара» можно. На самом деле это лишь указывает на чрезмерное наличие искусственных подсластителей и сахарозаменителей, вред которых очевиден. Так что, друзья, чтобы была польза от фруктов, ешьте их в чистом виде. Вот такие вот три ошибки, которые, возможно, именно тебе мешают избавиться от жира на животе. Если вы вынесли для себя что-то полезное из этого видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и продолжайте готовиться к лету. Ведь готовиться к лету никогда не поздно.